Демонстрируется механическая модель поля Усагина, на которой можно показать распределение молекул в поле силы тяжести. В модели молекул шарики помещены на дно прозрачного вертикального сосуда, которое может колебаться, приводясь в движение при помощи электромагнитного вибратора. Меняя напряжение на вибраторе, можно менять эффективную температуру этих шариков молекул и высоту, характерную нашего распределения. Давайте посмотрим вид распределения. Молекул от высоты, то есть распределение Больсмана. Низкая температура, все шарики вблизи дна сосуда. Повышаем температуру. Появляются шарики, которые взлетают достаточно высоко. Видно, что распределение имеет приблизительно экспоненциальный вид. Внизу концентрация максимальна, кверху она убывает. На этой же модели можно продемонстрировать механизм возникновения давления молекул на стенку сосуда. Для этого у нас имеется в сосуде легкий поршень с грузиком, перекинутым через блок, соединенным с поршнем нитью. Поршень несколько тяжелее грузика и придавливает молекулу к одному сосуду. После включения вибратора и по мере поднятия напряжения на нем, температура эффективная нашего газа будет возрастать, давление тоже будет возрастать и поршень будет подниматься. Однако, поскольку давление является типичной макроскопической величиной, то есть давление это средняя величина, складывающаяся из многочисленных ударов отдельных молекул, то оно будет при небольшом числе этих молекул сильно флуктуировать, что будет видно по колебаниям поршня. Низкая температура. Хорошо видны флуктуации. Это давление.